Знаете ли вы о том, что русская народная магия, да, она вообще говорит о том, что обязательно в доме должны быть не только вот эти горшочки, но и супница. Примите, Иркуте, из вас, у кого дома есть супницы. Вот у кого нет, подумайте над своим поведением. Потому что, как ни странно, супница считается аналогом вазы богатства в доме. И если вы хотите где-то хранить деньги, вы можете, я вам разрешаю, хранить в супнице. Если пока нет сейфа. То есть супница считается символом дома, да, и очень полезно, кстати, друзья, могу сказать, кушать дома всей семьей, чтобы хозяйка разливала суп не из кастрюли, а из супницы. Возьмите себе на заметку, пожалуйста, хозяйке этот момент. Раскрываю такие семейные тайны. Энное количество лет тому назад мы с мамочкой совершенно случайно в своей супнице нашли 100 тысяч рублей. Никто не помнит, кто их туда положил. Вообще никто не помнит. И причем, если это было, представьте, там 6-7 лет назад, то это были совсем другие деньги, чем сейчас, да. Мы так друг на друга смотрим, откуда эти деньги, кто их туда положил, да. Вообще непонятно совершенно. То есть, друзья мои, в завершении к нашему вот этому волшебному, к волшебной прелюде я хочу вам напомнить, что горшочек каши, который варит, именно благополучие и благоденствие. И наше с вами китайское вазобогатство – это оно и то же. Поэтому мы с вами создаем вазобогатство ежегодно, наполняем ее своими волшебными ингредиентами, желаниями и будем так продолжать делать всегда. Субтитры создавал DimaTorzok